Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, предлагаемый проект закона Республики Хакасия разработан в целях проведения республиканского законодательства в соответствии с федеральными. Проектом вносятся изменения в законы Республики Хакасия, регулирующие проведение выборов и референдумов на территории Республики Хакасия. Законопроектом предлагается ввести новый механизм обеспечения активного избирательного права и права на участие в референдуме граждан РФ, которые будут в день голосования находиться вне места своего жительства. Так, при проведении выборов главы Республики, депутатов Верховного Совета, референдума Республики Хакасия избирателей, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Соответствующий порядок установлен федеральным законом об основных гарантиях, а также нормативно-правовыми актами Центральной избирательной комиссии РФ. При применении порядка включения избирателя в список избирателей по месту нахождения утрачивает силу Институт открепительных удостоверений и досрочного голосования. При этом необходимо отметить, что досрочное голосование остается при проведении выборов органов местного самоуправления. Следовательно, законопроектом предусмотрено изменение формы протокола об итогах голосования в части исключения строк досрочного голосования в территориальных участковых комиссиях и строк подкрепительным удостоверением на выборах органов государственной власти Республики на референдуме Республики. В рамках реализации положения пункта 14 статьи 35 Федерального закона об основных гарантиях законопроектом устанавливается минимальное и максимальное число депутатов в общереспубликанской части и территориальных группах на выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, а также в общемуниципальной части и территориальных группах на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Так, в общереспубликанской и общемуниципальной частях предлагается установить число кандидатов не менее одного и не более трех, а в территориальных группах не менее двух и не более пяти кандидатов. Также устанавливается, что избирательные фонды кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, могут формироваться исключительно за счет средств избирательного объединения. Прошу рассмотреть предлагаемый проект и принять. Да, уважаемые коллеги, законопроект представлен, давайте проголосуем за его принятие, за основу. Прошу проголосовать, за основу. Давайте мы его. Для обсуждения. Попробки. Да. Мы за основу данный законопроект приняли, а теперь, коллеги, я хочу попросить вас вернуться к предыдущему законопроекту, который докладывал министр Струков и Михеев Николай Зинович. Мы поправку проголосовали, а за постановление о принятии закона в целом мы не проголосовали. Поэтому, коллеги, прошу включить еще раз голосование за принятие проекта закона в целом с учетом проголосованной поправки. Прошу включить режим, готовы в этом у нас принятие проекта, да. Пожалуйста, прошу проголосовать, чтобы не нарушить нам. Принимается. Спасибо. А теперь мы продолжим по этому законопроекту. У нас Светлана Викторовна Могилина, пожалуйста, комитет по конституционному законодательству. Владимир Николаевич, тут хотелось бы также с поправками выступить. Пожалуйста. Что поправки? По данному законопроекту. А Николай Федосеевич, от вы выступите. Сейчас я только начну представить. Пожалуйста. От комитета, а вы потом добавите. Мы еще к поправкам не переходили. Вот сейчас, пожалуйста. Спасибо, Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, на представленный законопроект до 20 апреля поступали замечания и предложения, которые сформированы в две таблицы. Итак, в первую таблицу вошли 11 поправок, которые носят уточняющий редакционный характер. Авторами данных поправок выступили члены комитета по конституционному законодательству. Обращаю внимание, что мы прежде всего изменили наименование самого законопроекта для того, чтобы уточнить его не с точки зрения общего понятия внесения изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия без уточнений выбранного процесса. Мы как раз говорим о том, что речь идет не только о выборах и референдумах, но и порядке отзыва главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия. Обращаю внимание, что это совершенно отдельный закон, который не подходит под разряд выбранных законов. Кроме этого, в отдельных поправках, которые представлены вам, идет именно уточнение самой редакции, где говорится о том, кто имеет право подписывать соответствующие протоколы и каким образом идет сама процедура принятия. Поэтому, еще раз подчеркиваю, что данная таблица поправок, она согласована как с правительством, так и с избирательной комиссией. Поэтому комитет предлагает принять данную таблицу поправок пакетом. Вот, коллеги, тут две таблицы поправок. Вот первую предлагается принять пакетом. Там никаких возражений, разных чтений нет. Ставится на голосование, кто за принятие таблицы поправок. Которая у нас первая считается. Прошу проголосовать. Да. Вторая таблица поправок представлена депутатом Бузыковым Николаем Федосеевичем. Обращаю внимание, что комитет данную поправку не рассматривал, потому что она поступила 23 апреля. И хотя данная поправка изложена на 8 страницах, она одна, именно подчеркиваю, одна поправка. И поправка предлагает изменить принцип формирования региональной части партийных списков. В частности, действующая норма говорит о том, что список кандидатов разбивается на общерегиональную часть и региональные территориальные группы. Поправка же предлагает выдвижение кандидатов политическими партиями единый региональным списком. Если у автора есть еще какие-то дополнения, то я бы хотела, чтобы Николай Федосеевич высказался по данной поправке. Пожалуйста, Николай Федосеевич, вы автор поправки. Можно с места, да? Конечно, у вас микрофон есть, пожалуйста. Я бы хотел обратить внимание, что действительно закон не запрещает вопрос территориальной группы образователей. Была централизована список. Поэтому мы от имени фракции КПРФ предлагаем сегодня, чтобы, как в качестве поправки, вопрос, касающийся централизованного списка. Вот в соответствии с федеральным законом о политических партиях, в Российской Федерации признаются политическим многообразием, многопартилицем. Исходя из этого, конституционного принципа государства гарантируется равенство политических партий перед законом. Государством обеспечить соблюдение прав и законных интересов политических партий. На сегодняшний день в Хакасе зарегистрировано 27 региональных отделений политических партий. Из них 23 не представлены в Верховном Совете Республики Хакасе. Причем эти партии способствуют участию граждан РФ в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, а также участия в выборах и референдумах. Поясняю. В настоящее время избирательное объединение определяет порядок размещения кандидатов в республиканском списке кандидатов, разбивает его на общереспубликанскую часть и территориальная группа кандидатов. Далее территориальные группы. Территориальные группы составляют территориальную часть республиканского списка кандидатов. Количество территориальных групп в республиканском списке не может быть менее 15 и не должно превышать 25. И каждая из территориальных групп должна соответствовать территории 1-1 мандата избирательного округа по выборам депутатов Верховного Совета. Каждая из территориальных групп должна включать не менее 2 кандидатов. Общая республиканская часть республиканского списка кандидатов, в которые внесены кандидаты, должны включать в себя 3 кандидатов. Однако в настоящее время деление списка кандидатов партии на общую республиканскую часть территориальной группы не отвечает возможностям и интересам партии, так как партия, если она не многочисленна по составу своих членов, не может количественно отвечать требованиям законодательства по распределению кандидатов по территориальной группе. И результатом чего может поступить отсутствие представителей партии среди кандидатов, избираемых населением по некоторым избирательным кругам. А такая проблема поднималась не раз. И вот от руководителя фракции партии коммунистов России Бразауско Денис Владимирович Поднимов и мы поднимаем вопрос. Представленным поправками к статье 5 проекта закона будет представлена возможность каждой партии выдвигать кандидатов на выборах Верховного Совета Республики Хакасия по республиканскую списку кандидатов. Тем самым законодательно обеспечить равноправие всех политических партий. Если разрешите, коротко я расскажу о поправках. Поправки 1 и 2 предлагают установить максимальное количество кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением по республиканскую списку. И возможность политическим партиям самим определять очередность размещения кандидатов в данном списке. Поправка 3 и 4 закрепляют порядок очередности получения депутатских мандатов, отказа кандидата от мандата и перераспределения мандата в рамках республиканского списка кандидатов. Поправка 5 и 6 законодательно предлагается урегулировать распределение депутатских мандатов внутри республиканского списка кандидатов. Таким образом, принимая представленные вам поправки пакетом, мы обеспечим равные условия участия в партии в выборах депутатов Верховного Совета. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть еще замечания по данной поправке? Пожалуйста. Кто желает? Олег Альбертович, пожалуйста. Владимир Николаевич, по поводу Николая Федосеевича, вот выступление я хочу сказать. Он обращает внимание, я вот не партийный депутат, но он обращает внимание на важную вещь, закон равный для всех. Правильно, Николай Федосеевич, вот эта партия делает закон под себя, чтобы сохраниться у власти, а закон должен быть равный для всех партий. И Бразаускас этот вопрос ставил и постоянно говорит о нем. Это мнение по поводу выступления Николая Федосеевича. У меня вопрос к Александру Владимировичу. Подождите, мы поправку обсуждаем, подождите пока. Какой вопрос? Вопрос докладчику, пожалуйста. Ну ладно, я после докладчика задам вопрос. Хорошо, коллеги, по поправке еще есть замечания? Нет, предлагается поставить ее на голосование. Так, нет замечания. Ставится на голосование, она у нас, собственно, я напоминаю, поправка одна, хотя там 6 или 8 пунктов, или сколько там их? 9? 6. 6, да. Владимир Николаевич, я бы хотел сразу объяснить, если тут вопрос поставить, кто за поправку? Совершенно верно. Конечно, именно так и ставится вопрос. Спасибо. Кто за принятие поправки, представленной депутатом Бозаковым, прошу проголосовать. Включить режим голосования. Отклоняется поправка. Есть ли еще замечания какие по поправкам? Нет, предлагается с учетом проголосованных таблиц поправок принять данный законопроект в первом и во втором окончательном чтении. Так, коллеги, ставится на голосование. Кто за принятие данного законопроекта с учетом проголосованных поправок? Владимир Николаевич. Прошу проголосовать. Владимир Николаевич. Идет голосование, но что вы сразу... У меня по законопроекту вопрос. Ну какие вопросы? Докладчик ушел, садокладчик... Тогда, ну, Владимир Николаевич, вот принципиальный, по сути. Вот зачем менять законодательство на выборах главы Хакасии депутатов Верховного Совета для того, чтобы человек голосовал вне прописки своей, по месту жительства? То есть, как правило, мы знаем, то есть это работники государственных структур для того, чтобы там быть подконтрольными. Какой это дает эффект? Какой это дает результат? У меня вопрос к председателю комиссии. И на прошедших президентских выборов, то есть, сколько человек было по республике проголосовало? Ну, я тебе готов ответить, Олег Альбертович. Это норма федерального закона, принципиальный вопрос. Мы открепительные все эти талоны, федеральный законодатель отменил. Исходя из этого, мы обязаны привести наш закон в соответствии с принципиальными требованиями федерального закона. Но мы его и приводим. Мы же не можем идти другой, как бы, дорогой, которой принят федеральный закон. Поэтому общие принципы, они изложены в федеральном законе. Поэтому мы обязаны свой закон привести в соответствии с федеральным законом. Мы приводим. Этот вопрос надо задавать федеральному всему собранию, избирательной комиссии Российской Федерации. А мы сегодня, по сути, приводим свои нормы своего собственного законодательства в соответствии с изменившимися требованиями федерального закона. Вы уже провели по этому закону выборы президентов, в том числе. А там предстоят еще многие выборы и в регионах, и в местном самоуправлении. Коллеги, ставится на голосование вопрос, кто за принятие закона с учетом проголосованной таблицы поправок. Прошу проголосовать за принятие в целом. Принимается. Спасибо, Светлана Викторовна, и избирательной комиссии, которая готовила проект. Следующий вопрос. О проекте закона...